Ребята писали о том, что пытаются включить Counter-Strike, у них чёрный экран, понижение дичайшей фпс, у кого-то было 220, 230, стало 55, 60 и прочее. Показывал эту тему и сейчас проверил, всё снова работает великолепно. И здесь уже заходим установить параметры запуска. Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И раз ты зашёл на этот ролик, у тебя по-любому просел фпс с новым обновлением, где там сделали типа античит, трансфактор и прочее-прочее. Это пока всё хрень, нам главное, чтобы фпс действительно был стабилен. Я знаю несколько способов, присаживайся поудобнее, я начинаю. Начнём всё с того, что я утром проснулся, увидел от своих зрителей просто разрывающуюся личку. Мне писали, первое что, понижение дичайшей фпс, у кого-то было 220, 230, стало 55, 60 и прочее. Я тоже в шоке, недавно проверял эти, кстати, функции. И даже на моём мощном компьютере фпс упал, ну, где-то на процентов на 10, но всё равно упал. Следующее, ребята писали о том, что пытаются включить Counter-Strike, у них чёрный экран и выбрасывают обратно на рабочий стол. Ну и третье, это ребята также пытались начать стримить через программы, там, экшн, программы ОБС, там, и так далее, и так далее. Тоже у них вылетает, ничего не работает, банально не запустить стрим. У меня, в принципе, ОБС сейчас работает, я всё проверил, всё в порядке. Видимо, лицензию получили. Вообще, о чём идёт разговор? Недавно, ночью, Valve выпустили обновление, в котором они сделали трасс-фактор, там сделали так, чтобы теперь сторонние программы у тебя никак не взаимодействовали с твоим Counter-Strike. А это означает, что долой читеров. На самом деле, всё не так. На самом деле, читеры всё равно будут, они обойдут эту систему, сделают скрытые файлы и так далее, и так далее, это всё будет. Но, пока сейчас всё сыро, грязно, и обычные игроки, которые хотят просто поиграть с маленьким FPS, не хотят, чтобы ещё больше страдали в этой игре. Ну, понял, да? Если у тебя FPS был 60-70, ты кое-как играл, сейчас у FPS станет 30-40, это просто габелла. Хорошо, ладно, если ты сможешь играть, но некоторые ребята даже просто не могут зайти в Counter-Strike. Мне очень много ребят пишут, говорят, тупо чёрный экран, что делать? В общем, давай приступим к нескольким способам, которые действительно тебе помогут. Первый способ крайне простой, я его показывал несколько месяцев назад, это просто нужно зайти в бета-версию и поставить прошлую, и проблем никаких не будет. В принципе, давай это и сделаем. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши на Steam, дальше библиотека, после чего Counter-Strike, свойства, и дальше летим в бетку. Да, пару месяцев назад, я уже повторюсь, показывал эту тему и сейчас проверил, всё снова работает великолепно. После чего выбираем вот этот 1.37.5.9. Если у тебя какие-то проблемы и тут будут, залетай в 1.37.5.8, возможно, там проблем нет. Но я проверял на 1.5.9, 1.37.5.9, тут всё было бы нормально. Нажимаешь на неё, дальше у тебя будет закрыть, тут сейчас будет обновление, обновление в очереди, ты его запускаешь, обновляешь и запускаешь Counter-Strike. Проблем никаких нет, единственное, что возможно, трасс-фактор, там вот этот пока работать не будет, и читеры тебе будут попадаться. Хотя, они и так попадаются, мы тут катали с пацанами в Prime, толку зато вообще никакого, там тип просто на плюс вы сжал всех. Ладно, хорошо, это потом, это заходите на другие мои видосики и смотрите там. После чего нажимаешь играть, и всё, у тебя всё работает. Воу, подожди, хочу сказать тебе одно, меня смотрит 70% без подписки. Лично тебе в глаза смотрю и говорю, дружище, подпишись, поставь лайк, будь со мной, моя цель 100 тысяч подписчиков к концу года. Давай сделаем это вместе, помоги мне в этом. Продолжаем. Второй способ тоже крайне прост и тоже работает. Нажимаем правой кнопкой мыши на Steam, библиотека, после чего правой кнопкой мыши на Counter-Strike, туда же летим в свойства. И здесь уже заходим установить параметры запуска. Убираем всё лишнее и вставляем Untrusted, и всё. То, что сейчас Valve разработчики вот работали, делали, делали это месяцами, а возможно и годами, ты просто одним нажатием убираешь полностью всё. Но перед тем, как отключать всё вот эти параметры запуска, сначала попробуй вот эту функцию. Этот параметр запуска поможет тебе запустить Counter-Strike и вылетов никаких не будет. С FPS, конечно, будут проблемы, но про FPS я сказал в самом начале, бета-версию, заходишь и всё делаешь, а всё пушечка, FPS к твоему растёт. Также у меня есть ещё несколько способов повышения FPS, но это в описании. Там до сих пор актуальные видео. Да, я делал некоторые месяц назад, некоторые два месяца назад, но ребята пишут, говорят, что да, это работает. Поэтому посмотри, не поленись, лайкусик там ещё поставишь, если действительно всё сработало. Ну и что, дружище, я с тобой буду прощаться, единственное, что хочу сказать, в описании. Также есть Discord-канал, Instagram, Twitch, VK, там охренительный паблик, где кочек годных мемасов. В общем, я тебя везде жду, с тобой пообщаемся ещё потом. Всё, пока-пока, посмотри вот это годное видео, я тебя там жду. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok